Я уже затронул тему разговора Лукашенко и Путина, вот про укрепление, это он сказал, на встрече. Что услышали из этого диалога вы? Для чего нужна была эта встреча? Ну, конечно, диалога про этот... Я вообще их не слушаю, не Путин, не Лукашенко, не два вруна. Они могут говорить все, что угодно. Да нет, ну, можно нарисовать все, что угодно. Да, вот вы помните, как есть такой фильм «Свадьба в Малиновке», там это был, по-моему, по Пандополу, да, этот герой. Только себе еще нарисую. Нарисовать-то можно все, что угодно. Реально купить, не купить, ни доллар, ни евро, даже не по этим, даже вообще нельзя их купить. То есть можно пройти, обойти все банки, не найти место, где ты купишь доллар. Потому что если ты его будешь покупать, это будет курс 120-140, если не 200. То есть... Вот, собственно говоря, то же самое мы возвратились к Советскому Союзу в какой-то степени, где за торговлю валютой на черном рынке давали вплоть до смертной казни. Я напоминаю, потому что, наверное, это уже хорошо забытая история. Это курс был 63 копейки, а доллар продавали за 3, а потом за 3,5, а потом за 5, а потом за 7 рублей. Вот, собственно говоря, был черный рынок, где был реальный курс рубля. И был нарисованный там для Брежнева, для Политбюро, который там тешил их самолюбие, что у нас доллар стоит дешевле рубля. Можно нарисовать все, что угодно. Это не отражает никакой экономический курс. Экономики России нет никакой перспективы, кроме угасания, коллапса, развала и так далее. Ну, это мы все понимаем. Но народ будет выживать. Он будет чем нищие, бесправнее народ, он будет больше любить своего вождя. Они будут там рвать пупок, говорят, мы еще потерпим, мы будем меньше есть, меньше пить, меньше смотреть телевизор или, вернее, меньше смотреть кино, ходить там куда-то еще. Но мы будем любить нашего вождя, потому что он делает нас великими и ужасными, которых боятся все народы мира. Игорь Владимирович, но если так Путин любит все советское, вот там и в пионеров принимают на Красную площадь, и гимн, значит, советский возрожден. Может, он тогда и курс уже вернет к соответствующему в 63 копейки? Ну, курс он может вернуть, но это говорит не парит. Курс, конечно, он вернуть может, но Путин ничего не любит советского. Это советское ему нужно для скармливания вот этим вот безмозгом, которых вы видели сейчас там у помоек, которые воруют эти товары. То есть сам он не ностальгирует по временам, когда он был молод и был пионером? Да, пионеры в этом дворце жить никогда не будут, в Геленджикском дворце. Вы его видели дворец там с аквами, дискотеками и всеми прочими? Да, 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 конечно. Вы еще считаете, что он Советский Союз любит? В Советском Союзе он бы имел дачу двухэтажную, деревянную, с сменой водителем, но там еще что-то, ну, в общем, совсем немного. Я знаю, как жила та элита, Бюро, ЦК и так далее. У меня моя теща работала в Царском селе в Москве, так называемый. Ну, по тем временам, но Геннадий, слушай, ну, они тоже жили не как рядовые жители Советского Союза, у них была обслуга, у них были дачи, машины. И на возможности отдыхать в любом уголочке Советского Союза. Ну, это не было их. Это им не принадлежало. У них не было собственности, у них не было капитала. Они были обеспечены до тех пор, пока они сидели в креслах, почему они оттуда уходили чаще всего вперед ногами, потому что уйти с этого места, это почти обычным пенсионером стать, как и все остальные. У них не было собственности. Я вот их хорошо очень знаю, понимаю, я знаю там судьбу очень многих членов ЦК, секретарей крупнейших регионов. Мне очень такая судьба-то. Завидно, я бы сказал. Путин советский, я думаю, что он ненавидит по большому счету, но он просто это использует для оболвания вот этой вот быдломассы, которая его и поддерживает. Поэтому, если вы видели у них там эти вот дачи, машины, квартиры, да, или вы видели то, какой роскошь окружает себя Путин, часы его видели на руке? У них этих часов немерено. Каждые часы стоят примерно там... Геннадий Иванович, ну он считается одним из самых, точнее, самым богатым человеком в мире. Ну, неофициально. Ну, как может самый богатый человек в мире любить Советский Союз? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, показушно, показушно, да, для людей. Ох, все-вранье. На самом деле Путин просто это использует. Он использует комплекс великодержавного вот этого шовинизма. Он использует, так сказать, тоску по пионерам. Когда там дети все-таки были как-то под присмотром, их там никто не трогал, никуда не втягивал. И они могли спокойно ходить по улицам. Давайте там, по-честному говоря, были какие-то положительные, безусловно, моменты в жизни СССР. И да, я понимаю, что детей оболванивали. Ну, в общем-то, за ними и там и ухаживали, и заботились, и так далее. Поэтому какие-то моменты, безусловно, были. Путин играет на... Геннадий Владимирович, ну согласитесь, но ведь он же сейчас им может подарить не те позитивные моменты, которые были тогда в Советском Союзе. Он, наоборот, им сейчас подарит все то негативное, пустые полки, невозможность выехать за границу. Ну, да, так оно и будет. Ну, то есть он принесет все то плохое, злое, все, что было в Советском Союзе. Ну, попробует загладить пионерами. Но, да, загорнет это в красный галстук на шее ребенка. Меня простите, пожалуйста, но он же не ожидал такой, извините, заражение жопой, а? Он же этого совершенно не предполагал. Он не предполагал никаких таких серьезных санкций. Он не предполагал, что будет такое серьезное сопротивление украинской армии. Там его славная армия завязнет, и там увязнет мародерство и позори. Он не подозревал, что население украинских городов не будет встречать его цветами. И вообще, так сказать, что Зеленский не сбежит, а останется в Киеве и будет руководить обороной страны. Он ничего этого не ожидал. И поэтому, конечно, он-то думал, что он сейчас подарит россиянам великодержавное величие, покорение Украины, присоединение ее к Российской империи, новую марионетушную власть, которая будет им влезать все эти присутствующие места. Это вот на это он рассчитывал. А он просчитался. Ну что, вот рано или поздно Акела промахивается. Рано или поздно с Акелой происходят вот такие вещи. Хотя он, конечно, не Акела, а самый настоящий маленький человек с неизжитыми комплексами юношства и детства, которые до сих пор с ними борются, и они его все-таки побороли. Он так не смог от них избавиться. Мы же видим, что он психически неустойчивый. Мы видим сейчас, что он не в адеквате. Мы видим, что он сейчас в истерике, психозе находится. Ну, вновь чем мы видим. Такова жизнь Путина. Да, он сам себя превратил в мирового изгоя, в мировое зло, которым весь мир мечтает изжить. И надо же, я все время говорю, надо же вот так прожить жизнь, чтобы миллиарды людей ждали твоей смерти и жаждали ее. Это же вот ужас, на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok